Этот принцип реализуется и в сфере духовной деятельности, и в сфере физической деятельности. Дзен-йо — это наилучшее использование. Вот слово «дзен» в этом словосочетании, оно немножко отличается от первоначальной идеи Кано. Кано говорил первоначально о наиболее эффективном и рациональном использовании. Слово «наилучшее» тоже вроде бы это подразумевает, но здесь есть этическая составляющая. Кано Дзен-йо говорит о том, что человек должен думать о том, чтобы действовать во благо людей, во благо общества и в конечном итоге во благо человечества. То есть энергию свою необходимо развивать, совершенствовать, накапливать и использовать во благо. Самым рациональным образом. Вот это и есть конечная формулировка принципа «дзюдо». Собственно говоря, можно сказать, что это и есть перевод слова «дзюдо». Это смысл занятий «дзюдо». Но Кано Дзюгуро не ограничивается только этим. У него есть вторая составляющая, второй лозунг, который также выражает философию и идеологию дзюдо. Он звучит как «Дзи-та-кюэй». «Дзи» — это «я», «та» — это все другие. «Кюэй» — это совместное процветание. Кано Дзюгуро говорит, очень мало есть в жизни ситуаций, в которых человек может действовать один и добиться успеха один. Мы все живем в обществе. Мы все члены общества. И только как часть общества можем реализовать свой потенциал. А это значит, что мы должны трудиться на благо себе и одновременно на благо общества. Но и общество должно помнить о том, что я — личность, и я тоже заслуживаю помощи, поддержки. И должно идти мне навстречу. Кано Дзюгуро, вообще говоря, здесь отталкивался от очень древних представлений. Еще в Китае человека стали называть иероглифом, записывать одно из названий человека, иероглифом, который по-японски читается «нингэн». Нингэн — это некое пространство между людьми. Человек не существует как отдельное существо, он только существует в обществе. Только в обществе может реализоваться и вместе с обществом может достичь успеха. И вот Кано Дзюгуро говорит о том, что необходимо выработать такой путь, когда мы будем стремиться учесть все точки зрения, будем идти по пути компромисса и таким образом идти к общему благу. Общему благу. Вот это он очень подчеркивал. Плюс к этому Кано Дзюгуро говорил об этом применительно к международной политике. И совсем не случайно. Вот эта формулировка «Jita QA» появляется в самом начале 1900-х годов, когда Япония находилась уже на грани войны с Россией, на грани вступления в русско-японскую войну. Кано Дзюгуро не мог не думать о судьбах своей родины, не мог не думать о своих учениках, среди которых были и военнослужащие, были офицеры военно-морского флота, и некоторые из них погибли в русско-японской войне. Он думал о том, что может принести победа в войне, что может принести поражение, и приходил к выводу, что только путем взаимных уступок мы можем достичь действительно успеха. «Ни в коем случае нельзя идти путем грубой силы». Вот эта мысль Кано Дзюгуро, как мне кажется, она очень и очень актуальна. Кано Дзюгуро был человеком европейский образован. Одиннадцать раз он выезжал в Европу, побывал во многих странах, бывал, конечно, во многих странах Азии, бывал в Африке, бывал в России, уже в тридцатые годы даже ходил смотреть мавзолеи Владимира Ильича Ленина здесь. И он считал, что Дзюдо, будучи сокровищем, достоянием японского народа, в то же время может быть адресовано всему миру. Он говорил о том, что Дзюдо способно стать средством, которое будет содействовать процветанию всего мира и будет содействовать дружбе международными. И очень большую работу в этом плане проводил. Именно Канод Дзюгуро стал первым представителем Японии в Международном Олимпийском комитете. И начиная с 1912 года по 1936 год присутствовал на всех Олимпиадах в качестве представителя Японии. Он проводил очень большую работу вообще по развитию спорта и физической культуры в стране. И, конечно же, использовал свои возможности для того, чтобы всюду пропагандировать Дзюдо. Благодаря вот этой деятельности, благодаря деятельности его учеников, других представителей школ Дзюджуцу, Дзюдо получило очень широкое распространение во всем мире уже к 30-м годам 20-го века. И тогда уже на повестку дня Международного Олимпийского комитета встал вопрос о включении Дзюдо в программу Олимпийских игр. Предполагалось, что в 1940 году Олимпиаду очередную будет принимать Токио, и там уже впервые будет представлена в программе Олимпийских игр Дзюдо. И большим разочарованием для Каночжи Гуро явилось решение Международного Олимпийского комитета в 1938 году отказать Токио в праве принимать Олимпийские игры. Это было связано с тем, что в 1937 году Япония развязала агрессию против соседнего Китая. Можно сказать, что милитаристский курс Японии он шел в полном противоречии с тем, о чем учил Каночжи Гуро, с его идеалами, и из-за этого милитаристского курса пострадала его идея. Причем, видимо, удар был для него настолько тяжел, что Каночжи Гуро как раз в 1938 году путешествуя из Сан-Франциско в Японию на корабле скончался от пневмонии, но те, кто были рядом с ним в последние дни его жизни, говорили о том, что он был страшно подавлен, хотя и пытался не показать вида, что это решение Мок явилось для него тяжелым ударом. Только после смерти Каночжи Гуро в 1964 году дзюдо было включено в программу олимпийских игр токийских, проходивших тоже в Токио. Но, конечно, он этого не мог увидеть. Можно сказать, что его идея возобладала. Что касается спорта, то здесь, конечно, очень сложная и проблематичная тема. Она связана с тем, что спорт в своем развитии постепенно утрачивал многие гуманистические начала. Если в начале XX века Каночжи Гуро был привлечен идеями основоположника международного олимпизма Пьера Кубертена и разделял его идеологию развития спорта, то, конечно, в современном мире все-таки спорт весьма далекая от идеалов Кубертена явлений. Каночжи Гуро имел возможность наблюдать это и в самой Японии. Спорт в первую очередь заставлял людей ставить на первое место результат и жертвовать ради результата очень многим. В частности, когда в 1900-е еще годы начали в Японии проводиться первое соревнование между так называемыми высшими школами, это фактически институтом многопрофильным, которых было шесть в Японии того времени, то команда одного из таких учебных заведений, одной из высших школ из провинции неожиданно одержала победу над командой Токийского университета. И когда разбирали, как же так могло получиться, что вот токийская команда, которая вроде бы тренируется у патриархов дзюдо, которая вроде бы имеет более высокие разряды, данные, нежели их соперники, и почему же она проиграла, что могло случиться. Когда проводили расследование, оказалось, что соперники токийцев избрали очень хитроумную тактику, понимая, что они поступают в классе соперникам, они понимали, что не успеют наверстать за то время, которое у них оставалось, оставалось до соревнований отставанием подготовки. И поэтому приняли решение сосредоточиться в своей подготовке целиком на борьбе только в положении лёжа. Фактически их задача в схватке заключалась в том, чтобы любым образом стянуть своего соперника в положение лёжа и там использовать наработанные комбинации. Такая тактика оказалась большой неожиданностью для токийцев, потому что они тренировались в соответствии с программами Кодокана, которые настаивали на том, что приоритет нужно отдавать борьбе в стойке, а не в положении лёжа. Как считал Кано Джигуро, борьба в стойке, она лучше содействует развитию физическому, и она имеет более прикладное значение, чем борьба в положении лёжа. Ведь если противников будет хотя бы двое, то в положении лёжа вы окажетесь в уязвимом положении. Тем не менее, результат был на лицо. Более слабая команда, теоретически более слабая команда одержала победу над теоретически более сильной. И сразу возник вопрос, не приведет ли спортивное развитие джюдо к искажению тех целей, которые были сформулированы основательною джюдо. Конечно, в Японии был такой абсолютный авторитет, как Кано Джигуро, который мог направлять развитие джюдо, мог управлять развитием правил. В конце концов, мог просто выйти на площадку и своим авторитетом поставить спортсменов в надлежащее положение. Но даже в Японии оказалось очень сложным вот эту тенденцию доминирования спортивных целей, то есть целей достичь победы любым образом, переломить. Даже в Японии начались довольно серьезные разногласия по поводу того, что важнее, победа любой ценой в рамках правил, или же некие высшие цели, некое гармоничное развитие личности, которое вообще довольно трудно помирить и трудно оценить. Ну, на самом деле, этот вопрос, он не решен до сих пор, и, наверное, он и не может быть решен. Это абсолютно противоположные явления, которые известны были и в европейской традиции еще во второй половине XIX века. В Европе в конце XIX века имело место противостояние гимнастики и спорта. Спорт — это, в первую очередь, зрелище. Спорт — это результат. Гимнастика — это занятие над собственным развитием, над собственным совершенствием. В Европе в большей степени победил спорт. Но в Японии до сих пор огромное количество людей занимаются джидо не для того, чтобы выходить на спортивную площадку. Если кому-то из вас доведется побывать в Токио, вы сможете спокойно прийти в главную школу джидо, в Котулкан, подняться на седьмой этаж и со зрительских мест наблюдать за тренировками, наблюдать за тем, как в одном зале занимаются дети от 5-6 лет и престарелые борцы, убеленные сединами, ветераны за 70 и даже 80 лет. Каждый тренируется в меру своих возможностей, в меру своих сил. Мирно выживаются. Думаю, что и у нас в стране постепенно тоже будет формироваться вот эта культура разделения двух видов джидо. Джидо как образа жизни, джидо как неотъемлемой части физического воспитания, культурного воспитания, и джидо спортивного. Во всяком случае, то, что мы видим в Японии, дает такую надежду. В Японии очень большая работа проводится по популяризации наследия. Кано Джигуро издается большое количество литературы, издается литература и на английском языке. И надо сказать, что вот эти идеалы, Кано Джигуро, которые он сформулировал, как разносторонне развитый человек, как педагог, как воспитатель, как духовный лидер, они не забыты. Есть люди, которые их помнят, которых продолжают пропагандировать, и есть надежда, что и за пределами Японии эти мысли будут услышаны. На самом деле многое есть свидетельств того, что все-таки они и на Западе услышаны, эти мысли. Здесь нужно еще особо сказать о том, что Кано Джигуро, разрабатывая свою систему, опирался не только на достижение японской традиции. В его идеологии, в его мыслях мы находим не только заимствование из конфуцианства и буддизма, что понятно, но мы видим также и влияние на него передовой по тому времени мысли педагогической европейской. В частности, Кано Джигуро, по всей видимости, строил в значительной степени свою систему на...